Сорю, небесный, утешителю души истины, И житель, с детства, и вся исполняй, Сотровище, плавив и жизни, полнателю, Приведите лися в дырь, и очистите во всяке ясне, И спаси влаше души истины. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем новый цикл духовно-просветительских передач под названием «Дорога к храму». Я ее ведущий, священник Михаил Попов. Первая рубрика нашей передачи будет посвящена жизни видновского благочиния, где мы будем рассказывать о последних событиях, которые произошли у нас на видновской земле. 27 сентября православные христиане отмечают праздник, посвященный Кресту Господню, возвижение Креста. Этот праздник выражает литургический аспект поклонения колгофскому кресту, оружием спасения рода человеческого. И вот в Иосифово-Воловском храме, в поселке Развилка, была отслужена божественная литургия, которую совершил архиепископ Можайский Григорий. Вечером 26 сентября десятки верующих пришли в Георгиевский храм на праздничное богослужение, которое провел епископ Можайский Григорий. Этот праздник установлен церковью в воспоминании обретения Креста Господня в IV веке. Император Константин Великий, по чувству благоговения ко Кресту Господню, решил отыскать честное древо Креста Господни и соорудить храм на Голгофе. Мать Константина, Елена, отправилась в Иерусалим для отыскания Креста Господня. Найдя Крест, Елена и все бывшие с нею воздали поклонение и целование Кресту. Народ поклонялся Кресту, восклицая «Господи, помилуй». Отсюда и получил свое начало и название «Праздник воздвижения честного и животворящего Креста». И сначала он праздновался на второй день после Пасхи. С 335 года, когда было освящение храма Вознесения, его перенесли на 14 сентября. Служба воздвижения Креста Господня дополнилась торжественным выносом в конце утренней, украшенного живыми цветами Креста на середину храма и поклонение ему. Все молящиеся вслед за епископом Можайским Григорием с благоговением приложились к Святому Кресту. На торжественном богослужении было много молодых семей, мам с детьми. Для родителей раннее выцерковление детей очень важно. «В жизни какое-то спокойствие. У нас еще старшая девочка тоже сюда ходит. Не знаю, какое-то материнское такое спокойствие». «Я сказал ребенку сначала показать хорошего, а потом ему будет гораздо сложнее найти позже». По окончании службы люди выходили из храма полные хороших эмоций, теплоты на душе. «Прямо благодать на душе. Все хорошо, слава Богу, служба была хорошая. И вообще в нашем храме служба всегда отличная». Утром следующего дня праздничный звон колоколов зазывал верующих в храм Иосифа Володского, что в поселке Развилка. На утреннюю литургию собралось много местных жителей и не только. Храм, который не так давно обрел второе рождение, полюбился многим. «Очень ждала его открытия, потому что здесь живут дети. И была очень рада, что вот так близко, очень красивый, светлый. Есть все иконы, которые почитаем в нашем семье, они все здесь есть». Главный символ праздника – крест. Для каждого православного это дорогой предмет. Смысл ношения на себе креста раскрывается в словах апостола Павла. «Я сораспялся Христу». Крест – это везде. Перед собой крестимся, крестик носим, и он нас спасает. «Я считаю, что действительно и верю, что он животворящий, и вот даже себя не могу снять. Вот говорят, там надо красиво одеться, надо… вот веревочка эта черная не очень смотрится, а я не могу его снять». Крест будет находиться на середине храма до отдания праздника, чтобы все желающие могли в любое время приложиться к нему. В день отдания праздника после литургии Святой Крест заносится обратно в алтарь и полагается на своем месте. Татьяна Брылова, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ. В городе Видное, на проспекте Ленинского комсомола, был возведен храм имени святого благоверного князя Александра Невского. Жители этой части города давно уже мечтали иметь возможность помолиться именно на этом месте. И вот в канун празднования дня города в этом храме была совершена первая божественная литургия. Колокольный звон теперь оглашает и западную часть города при въезде со стороны Нижнего проспекта Ленинского комсомола. Здесь возведен новый храм во имя благоверного князя Александра Невского, покровителя воинов. В нем в преддверии дня города, в престольный праздник по благословению владыки Ювеналия была совершена первая божественная литургия. Это очень большое событие для нашего города, и мы рады, что смогла посетить этот храм. Очень довольна. А потом храм все-таки в честь нашего благоверного князя Александра Невского. Так что он же тоже воин. Так что будем молиться. Будем молиться. Пока нас ноги носят. В день первой божественной литургии в храме собралось очень много жителей. Светлана Гоморова с маленьким сыном Алешей тоже пришла. Она помнит, как когда-то на месте храма стоял обелиск с именами погибших воинов в деревне Жуковка. Мы еще когда учились в школе с подругами, у нас в паниерках принимали. Мы всегда ходили к этому памятнику. И у меня была подруга, Светка, Азаркова. Тихо-тихо-тихо-тихо. И вот мы с ней дали такой обед у этого памятника еще, чтобы не курить и не пить. Храм на проспекте Ленинского комсомола во имя благоверного князя Александра Невского построен при поддержке администрации городского поселения Видно и благотворителей довольно в короткие сроки. Мы очень сильно надеемся, что к майским праздникам следующего года, к юбилею Великой Победы, мы закончим уже и храм в полном объеме, закончим и возведение памятника рядом с храмом воинов Великой Отечественной войны. К 70-летию Победы будут благоустроены и территории вокруг храма и церковного дома. Людмила Медведева, Евгений Петров, Наталья Буслаева, Видное ТВ. Рождество Престой Богородицы – один из любимейших и самых почитаемых праздников нашего народа, в день, когда родилась Богородица Дева Мария. Этот праздник относится к числу великим, торжественным праздникам. И вот для прихожан Богородицы Рождественского храма в село Тарычево этот престольный праздник стал особенным. 21 сентября текущего года стало запоминающимся днем не только для прихожан Рождественского Богородичного храма села Тарычево, но и для всего Видновского благочиния. Этот день соединил в себе три важных даты – 250-летие со дня основания храма, освящение храма после 23-летнего восстановительного периода и престольный праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. Примечательно, что в это солнечное утро в храме впервые было совершено архиерейское богослужение. Прихожане и гости храма приняли участие в службе и крестном ходе, который возглавил высокопреосвященнейший архиепископ Можайский Григорий. Рождество Пресвятой Богородицы и Преснодевы Марии празднуется Православной Церковью как День Всемирной Радости. В этот светлый день на рубеже Ветхого и Нового Заветов родилась Матерь Спасителя Мира, Господа нашего Иисуса Христа. Также радостно, что именно в этот день в храме села Терычева совершалась еще и иерейская хератония – посвящение в освященники. На праздничную службу пришло много молящихся, что свидетельствует о том, что верующие любят этот храм и с любовью стремятся сюда. Не обошлось и без наград. Их получили те, кто активно трудился в пользу восстановления этого прихода. Огромную лепту в строительство церковного дома и воскресной школы, а также в благоукрашение храма внес Виктор Архипыч Канайкин, генеральный директор ЗАО «Спецнефтегаз». Также памятные награды получили алтарники и активные прихожане прихода. Настоятель храма Отец Вячеслав испытывает огромную радость от того, что восстановительные работы теперь полностью закончены. Многочисленный церковный приход живет насыщенной жизнью. Люди объединяют в первую очередь единая вера, любовь к Богу и к ближнему своему. Также в храме имеется воскресная школа, библиотека и даже флористический кружок, которым руководит Матушка Елена. К чему же теперь будет стремиться Отец Вячеслав? Мы будем стремиться к тому, чтобы вместе с обновлением храма обновлялись наши души и души всех верующих. После праздничной службы прихожане и гости храма собрались за одним столом на общую трапезу. Всех переполняла общая радость и ощущение благодати. Вера Примаченко, Евгений Петров, Наталья Буслаева, Видное ТВ. В этом году Русская Православная Церковь отмечает 700 лет со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, основателя Троицы Сергия Лавры. И вот в честь этой знаменательной даты в жилом комплексе Суханово парк был основан и освящен храм-часовня имени преподобного Сергия Радонежского. Внимание на экран. На берегу Сухановского пруда в таком живописном месте расположился храм, который для местных прихожан обещает стать любимым местом. Начиная еще с момента открытия храма, когда его настоятель, отец Владимир, проводил здесь воскресные службы, сюда приходило много местных жителей. А после великого освящения, которое провел благочинный церкви Видновского округа протеерии Михаил Егоров, начался отчет церковной жизни этого начинающего, но уже востребованного прихода. Пройдет год, может быть, чуть больше или чуть меньше, и люди, которые будут заселять этот жилой комплекс, конечно же, они совсем не будут вмещаться сюда. И как мы надеемся, что это просто будет некое такое начало церковной общины, и в дальнейшем, если будет востребованность у людей, то где-то здесь, недалеко, может быть, начнется уже строительство полноценного храма, который бы вмещал в себя всех тех людей, которые уже будут жить на этом месте. Строительство храма-часовни во имя преподобного Сергия Радонежского началось достаточно недавно, в 2013 году. Возвели его благодаря усилиям попечителей и строителей жилого комплекса Суханова парк, собственно, на территории которого и располагается церковь. В день великого освящения здесь состоялась божественная литургия, после которой прихожане могли причаститься. Очень приятно, что вот здесь, у нас в округе, нет храма преподобному Сергию. Это, можно сказать, один из первых храмов. Поэтому мы очень рады, что такой храм теперь у нас здесь будет. Последние годы в Ленинском районе появляется все больше новых приходов. И этот храм-часовня должен занять достойное место в их списке. Юлия Погосян, Евгений Петров, Наталья Буслаева, Видное ТВ. 2 ноября в селе Мисайлова произошло большое событие. Множество сельчан стали свидетелями того, как на строительстве храма был установлен купол и крест. Это стало большим праздником для всего поселения. Перед установкой купола благочинный церквей Видновского округа священник Михаил Егоров совершил короткое богослужение. Благословляется и освящается камень сей, окроплением священной воды сия, непоколебимое основание созидаемого храма, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. В этот праздничный для села день около строящегося святилища собрались местные жители. Многие из них долгие годы ждали появления в Мисайлово храма. В этот день совершился чин закладки камня в основании храма и освящение купола и креста. Выбирали много мест, где можно было бы его поставить, этот храм. И вот остановились на этом месте, заложили. И вот сейчас храм практически уже построен. Мисайлово село с многовековой историей. И храм Дмитрия Солунского, по архивным сведениям, здесь был еще в 17 веке. Правда, наши современники не застали его. По каким-то причинам храм был уничтожен еще до начала 20 века. История нового храма началась в 2005 году. Было выделено место, но позже оказалось место занято. Но выход из положения найден был. Выделили новое место у кладбища. Храм строится, как говорится, всем миром. Очень много камней подписано. Здесь каждый житель села, житель поселения внес свой вклад. Каждый положил свой кирпичик в основании этого храма. Есть и спонсоры большие. Это наши предприниматели, которые тоже оказывают спонсорскую помощь в строительстве. Новый храм тоже будет носить имя великомученика Дмитрия Солунского. Очень надеемся, что через год мы сможем, если не целиком завершить все работы по храму, то хотя бы приготовить его для того, чтобы можно было здесь служить. Установка купола и креста – один из важнейших этапов в строительстве любого храма. Купол и крест обозначают сущность строения и его принадлежность к православию. Золоченые лепестки купола своим сиянием будут издали указывать на храм, и сам храм станет украшением Мисайлова. Праздник большой, благодать такая, что у нас здесь выстроили все-таки храм. Долго его ждали. До глубины души какой праздник, какое торжество, что дожили в таком времени. Ждем, конечно, с интерферием, когда все это случится, когда он откроется, когда все это построят. Нам близко здесь хорошо. До Молокова ехать надо, а здесь можно шком пройти. Перед установкой креста верующие смогли приложиться к нему. Вряд ли, когда еще такое сможет случиться. А после крест был поставлен на свое место. И несмотря на установленные леса, золоченые куполы крест преобразили храм в одночасье. Татьяна Бролова, Александр Ильин, Елена Кушелева, Видное ТВ. Наша рубрика «История одного храма» перенесет нас в глубину веков. Подмосковная земля, широта полей, бескрайние просторы, множество красивейших и удивительных храмов и часовин. Подмосковной рекой возвышается храм в честь Рождества Христова. Этот храм расположен в одном из древнейших сел нашего района под названием «Беседа», которая берет свое начало со времен самого благоверного князя Дмитрия Донского. В это же время был возведен этот храм в честь победы русских войск на Затара монголами. Голубая церковь на фоне голубого неба смотрится необыкновенно красиво. По преданию здесь в 1380 году раскинул свой шатер князь Дмитрий Донской, куда пригласил своих соратников на беседу «Как победить Мамая, не пустить татаро-монгольское полчасье в Москву». Помолившись Богу, все детально обсудив, составили они план сражения на Куликовском поле. К тому времени князь Дмитрий Донской собрал уже небывалое войско. Под его знамена встали более 50 тысяч воинов. С великой любовью к своей земле и верой в ее расцвет русские одержали победу. Бог помог с благословением Божьей, с молитвой, и они, конечно, победили татарское войско. И вот, конечно, он, помня о том месте, где была совершена вот эта беседа, встреча, они повелевают построить здесь церковь, вот эту церковь, которая в Теверина была деревянная. Село с деревянной церковью, построенное по велению Дмитрия Донского, стало именоваться беседой. На протяжении почти 200 лет неоднократно сменялись владельцы этих княжеских мест. Со временем село пришло в упадок, деревянная церковь обветшала. И лишь в конце 16 века здесь вновь возродилась жизнь, когда на царство пришел сын Ивана Грозного Федор. Он подарил село Беседы своим сподвижникам Годуновам, которые начали на месте деревянного храма строить каменный. Который до ныне, вот мы видим, стоит вот этот главный предел, шатровый. По примеру, как в те времена строился и в Коломенской, и село Уосток тоже есть, как бы не примерно одной времени. Вот. И, конечно, тут вот у нас недалеко внизу есть такое село Мячково, там были кареры каменные, оттуда они на чем-то возили вот эти камни, и был вот этот храм красивый, шатровый. В начале 19 века, в 1815 году, начинается новый период обновления храма. Пристраивается небольшой предел в честь святого пророка Ильи. Этот престол, этот предел, или не пристроен к нашему храму в 1815 году, и освящен в честь святого пророка Божия Ильи. Вот и резной иконостас, который мы сейчас видим, и иконы, они все примерно того времени, то есть с начала 19 века. Все это сохраняется, немножко подновляется, конечно, время берет свое, но мы очень кропотливо все это реставрируем и содержим в том виде, в каком оно было изначально. 20 век для Церкви Рождества Христова принес испытания. В 1930 году она была закрыта. Ее нижний предел местными властями превращен в овощехранилище. Во время Великой Отечественной войны в 1943 году храм Рождества Христова был возвращен верующим. Силами прихожан восстановлена церковь в нижней части храма, где стали проходить, как и прежде, богослужения. В беседской церкви много старинных и почитаемых икон. Эта икона является самой почитаемой иконой в нашем храме. Она чудотворная. Это икона Божьей Матери всех скорбящих радостей. Икона старинная, 18 века. И в нашем храме нижний предел посвящен именно этой иконе. Ее день празднования два раза в году, и в этот день совершается торжественное богослужение. А то, что эта икона чудотворная, свидетельствует то, что к иконе на цепочке висят различные украшения. Это дань благодарности людей за полученное исцеление или ответ на прошение после молитв перед этой иконой Божьей Матери. Настоятелями Рождественской церкви в беседах в разные времена были достойные священнослужители. Протеерей Василий Изюмский более 35 лет возглавлял этот храм. Конечно, претец Василия как раз и много тут было реставрировано в этом храме. И нижний предел, и вокруг храма произвелся ремонт. И мы на источнике построили часовник, купели там. За плечами священника Василия Изюмского тяжелый жизненный путь. Арест отца в 1937 году, война, когда он подростком вместе с другими ребятами рыл окопы по Сталинградам под непрерывными бомбежками. И чудо спасения, когда в дом, где он жил, с матерью и сестрой попала бомба. Тогда-то Василий определил свой жизненный путь – служение Богу. Сейчас отец Василий, говоря светским языком, на заслуженном отдыхе. По мере сил он бывает в храме, не отказывая людям в пастырском слове. К нему действительно отовсюду стекались люди, со всей Россией, со своей немощью, болезнями. Кто с вопросами, с помощью о молитве. Батюшка Василий – это вообще сказка. Дай Бог ему то в здоровье, чтобы он жил бы и существовал. Потому что все, то, что мы прихожане, все приходим к Ебу. И все он нас благословляет, и всем дает вдохновение нашей жизни. Церковь Рождества Христова в беседах воздвигнута в честь победы русских воинов над врагами на Куликовском поле. По стройности пропорции и законченности форм храм стоит в ряду лучших шатровых сооружений своего времени. Значимость его сохраняется и в наше время. Дорогие друзья, в рубрике нашей передачи «Из первых уст» хочу представить вам гостя нашей программы. Настоятеля Ильинского храма, Силады Дылдина, кандидата богословия Ирея Вадима Муратова. Здравствуйте, Смихаил. Здравствуйте, дорогие телезрители. Отец Вадим, скоро грядет рождественский пост. Очень часто из своей пастырской практики ко мне обращаются люди с следующим вопросом. Батюшка, а зачем вообще держать посты? В Новом Завете сказано, что Господь Иисус Христос 40 дней держал пост. Но Он не заставлял своих учеников, апостолов делать то же самое. Как быть? Дело в том, что Господь никого не заставляет ничего делать. В Новом Завете действительно повелений как таковых не содержится. В отличие от Ветхого Завета, в котором мы видим буквально подробные указания о том, что делать полезно для человека, что не полезно. В Новом Завете Господь Сам становится человеком и показывает нам путь совершенный. И в данном случае, удаляясь в пустыню на 40 дней для того, чтобы поститься там перед выходом на общественное служение, Он подает нам самый убедительный пример, которому мы и должны следовать, а не мудрствовать лукаво, выискивая те или иные места в Священном Писании в отрыве от его контекста. Отец Вадим, а зачем вообще нужно соблюдать пост? Разве Богу не все равно, что мы едим, какие продукты? Ну, конечно, имеет значение. Дело в том, что все, что в нас происходит, имеет для Бога огромное значение. Потому что мы являемся его любимыми детьми. Когда человек постится, он ограничивает себя в чем-то. Ограничивая себя в чем-то, человек становится сильнее, привыкая воздерживаться от чего-то, мешающего ему стать лучше, он становится лучше. Неужели это для Бога не может иметь значения? Когда мы, например, в среду или в пятницу воздерживаемся от пищи животного происхождения ради предательства Христа и распятия его, разве не может это для него иметь значение? Ведь ради него мы это делаем, сострадая ему. Отец Вадим, скоро грядет рождественский пост. Откуда взялась вообще традиция соблюдать пост перед Рождеством? Для того, чтобы подготовить нас к празднику Рождества Христова. Перед всеми великими праздниками Церковь нас готовит многодневным постом. Таковых постов четыре. Рождественский пост один из них. Нам более известен Великий пост, который готовит нас к Пасхе. Кроме них существует еще пост перед праздником Успения Пресвятой Богородицы и перед праздником святых апостолов Петра и Павла. Таким образом, Церковь выделяет эти торжественные даты, показывая, что они настолько значимы для нас, что необходимо к ним внимательно и тщательно подготовиться. И пост нам в этом помогает. А возможно ли послабление во время поста для путешествующих, для беременных или для военнослужащих, например, срочной службы? Послабление возможно, но тут не нужно лукавить по отношению к своей совести, потому что каждый человек, если он находится в путешествии, понимает, что в какой-то ситуации у него есть возможность обойтись пищей неживотного происхождения и прекрасно себя чувствовать, и быть в силах, и это нисколько не будет ему мешать находиться в путешествии и совершать те или иные действия. Если он заранее себя уже уговаривает о том, что он находится в путешествии и может позволить себе съесть колбаски, это уже лукавство. Поэтому мы должны сами перед собой быть честны, понимая, что Господь смотрит наше сердце. Конечно, Он видит все, что мы едим, но для Него это не имеет значения. Для Него имеет значение то, почему мы это делаем, ради чего мы это делаем. Если мы это делаем, мы должны стараться делать это искренне, с полным пониманием и ответственностью того, что нам это дает. Дорогой батюшка, современные глянцевые журналы очень часто печатают постные рецепты, светские передачи, рассказывают нам о постах, и некоторые люди, которые далеки вообще от церкви, от православия, начинают держать пост. Но не как пост, а как некую диету, потому что они мотивируют, нужно привести себя в форму, сбросить несколько килограмм во время поста. Как Вы думаете, вот эта тенденция воспринимать пост как некую диетическую практику, к чему может привести? Ну, только к тем последствиям, которым может привести любая диета. Когда человек ограничивает себя в пище ради того, чтобы сбросить, как Вы сказали, несколько килограмм, то он в итоге только это и может получить. Дело в том, что воздержание от пищи животного происхождения — это только, ну, одна, может быть, сотая составная часть поста, причем самая начальная. Воздержание в пище приучает нас к тому, чтобы вообще научиться воздерживаться, ограничивать себя в чем-то. Прежде всего, в потакании своим страстям, воздерживаться от греха. И пища нам помогает в этом. Это начальный этап. Если же ограничиться только начальным этапом и воспринимать его как диетическую практику, то к посту это не имеет никакого отношения. И к православию, соответственно, тоже. Дорогой отец Вадим, благодарю Вас за интереснейшую беседу. Думаю, что многие телезрители нашли ответы на интересующие вопросы. А вам хочу сказать, дорогие друзья, помощи им Божией во дни рождественского поста. Всего доброго. Дорогие друзья, время нашей передачи подошло к концу. Не хочется с вами расставаться. Все ваши предложения и вопросы вы можете высылать на электронный адрес нашей программы. Благословение Господне на вас. И покров Царицы Небесной будет всегда с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова